Книга открытым оком 21 том. Тема потеряемка. Вопрос 3417. Что за пригласительные раздавали в прошлое воскресенье у нас после богослужения на собрании? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Никто ничего не раздавал, но только готовимся разнести пригласительные тем, кто хотел бы побывать у нас в гостях. Итак, уважаемый, приглашаем вас на торжество, посвященное Дню Возрождения поселка Потеряевка. Начало торжества состоится после Божественной Литургии и Благодарственного Молебна в воскресенье в 10 часов утра 20 мая 2007 года. Поселок Потеряевка был основан в 1818 году. В 1926 году в поселке Потеряевка Ермачихинской области Каменского уезда Алтайской губернии было 81 хозяйство, 170 душ мужского пола, 169 душ женского. Село Корчино основано было в 1825 году. В 1963 году, когда в Потеряевке проживало около 200 человек, были составлены проект и чертежи поселка из расчета на 700 человек в 1970 году. Но в 1972 году поселок исчез благодаря преступной политике паркника ПСС. По укрепнению сел уехал последний житель. Только на Алтае погуглено более 360 неперспективных в кавычках деревень. 14 мая 1991 года протеерей Иаким Лапкин приехал для восстановления Потеряевки и поставил первую палатку. 23 марта 1992 года поселок Потеряевка получил вновь статус поселка и принято решение о его восстановлении за подписью А.А. Сурикова, бывший губернатор Алтайского края. Номер 47. 21 июля 1995 года зарегистрировано управлением юстиции Алтайского края православная община в честь священномученика Анфима Некомедийского в поселке Потеряевка. За номером 117. Престольный праздник 16 сентября настоящего стиля 302 года. 1 декабря 1995 года зарегистрирована общественная организация деревенская община поселка Потеряевка номер 622. 5 апреля 1996 года зарегистрирован детский трудовой православный лагерь в честь священномученика Климента Анкирского номер 139. 312 год 5 февраля нового стиля. Действующие уже 25 лет. О лагере снято три государственных документальных фильма, занявших первое место в России в Златоусте с Потеряевки и главный приз предчувствия Свердловской киностудии на международном киноконкурсе. Ныне в поселке Потеряевка действует церковь, детский лагерь «Стань», школа, музыкальная школа, фельдшерский пункт, построено 16 домов, подведен электрический свет. 8 июля 2007 года в поселке Потеряевка состоится ежегодное таинство крещения в озере всех допущенных к этому таинству, веровавших в Господа Иисуса Христа. В нашем поселке особый уклад жизни, основой которого являются христианские заповеди, старинные русские благочестивые обычаи. Быть ли поселком это зависит от милости Божией, нашего послушания Божьим заповедем о благоразумии, власть придержащих России и края района Сельского совета. Подстроительство деревни должно быть, согласно расчетам земельного отдела края, отведено 171 гектар, 428 гектар пастбищ и 442 гектара сенокосов. Но местные власти сильно препятствуют воду нам, этих исторически традиционно всегда принадлежащих потеряевке земель. Сейчас есть 145 гектар пастбищ и 284 гектара по территории поселка. И сельхоз угодий, и техника для обработки земли. От государства в 16 лет на возрождение не было никакой помощи. Если Господь не созидит дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126.1 Старо-Садеревенская община поселка Потеряевка, Барабаш, Игорь Александрович. Проезд до разъезда под Степных железной дорогой ветки Барнаул-Кулун-Дам. Телефон 8 385 13 29 381 8 961 232 40 12. Отец Иаким 8 905 924 96 98. Барабаш, Игорь Александрович. Контактный адрес. Индекс 656 016. Город Барнаул-16. Улица 2-я строительная 62. Квартира 616. Лапкин, Игнатий Тихонович. Телефоны 24 38 46 62 81 37 8 961. 1-я Маковейская 14 34. Снабдив эти места всем, что нужно было к восстановлению их. 2-я Езры 5 59. И весь народ трубил и взывал громким голосом, проставляя Господа за восстановление Дома Господня. Иоанна 11 52. Чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. Мира заступница, матерь всепетая, я пред тобою с мольбой, бедную грешницу, мраком одетую, ты благодатью прикрой. Если постигнут меня испытания, скорби, утраты, враги, трудный час жизни, минуту страдания, ты мне молю, помоги. Радость, духовную жажду спасения в сердце мое положи. Царство небесное, в мир утешение, путь мне прямой укажи. Юлия Валерьяновна Жадовская. Родилась коллегой 29 июня 1824 года. Без левой руки и с тремя пальцами на правой. В 1862 году Жадовская вышла замуж. Умерла 23 июля 1883 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова